Иркутск – город авиастроителей. Со всеми плюсами и рисками. 23 октября 2022 года на жилой дом в микрорайоне Наваленина рухнул многоцелевой истребитель Су-30. Оба пилота погибли. По счастливой случайности гражданские не пострадали. В годовщину катастрофы Ксения Бутина вспомнила хронологию событий и собрала воедино все версии трагедии. Эти кадры разлетелись по всей стране. В последнее время многоцелевой истребитель Су-30СМ поднялся с взлетной полосы Иркутского авиазавода для испытаний. Назад он уже не вернулся. Машина рухнула на жилой дом. Оба летчика-испытателя погибли. Теперь же вместо дома пустырь и цветы в память о погибших пилотах. С момента падения Су-30 в микрорайоне Наваленина прошло два года. Именно здесь, в районе 2-го советского переулка, рухнул истребитель. Авиакатастрофа произошла 23 октября в воскресенье. Сейчас место крушения ограждено забором. А трагедии напоминают лишь трещины на соседних домах. 18 часов 20 минут. Большинство горожан уже дома. Смотр телевизор готовится к рабочей неделе. Мирный ход вечера прервал взрыв. На месте двухквартирного дома образовалась воронка. Где-то 5-6 метров от падения самолета. Да, дверь немножко была приоткрыта. И вот этой ударной волной меня, ну вот это все затряслось. И завалило, то есть уже остатками от дома. Там еще палеты были. Все это было завалено выше моего роста. Это чудо на самом деле, чтобы мы остались живы. Чудом оказалось и то, что владельцы разрушенного дома незадолго до аварии ушли в гости. После падения пламя охватило 200 квадратных метров. На ликвидацию ушло более часа. 150 жилых домов на 4 часа остались без света и воды. Первой версией стал отказ техники. Второй стала ошибка пилотов. Однако позже стало известно, что экипаж перестал выходить на связь за 20 минут до катастрофы. Неуправляемая машина рухнула, выработав все топливо. Отсюда возникло еще одно предположение. Неисправная система кислородного оборудования на борту. Из-за чего оба члена экипажа потеряли сознание. Сейчас на территории авиазавода пилотам установили мемориал. Пострадавшие жители вернулись к нормальной жизни. Так, кто остался без дома, уже обустроились в новых жилплощадях. Остальным иркутянам возместили материальный ущерб, который нанесли осколки истребителя. Единой официальной версии трагедии нет до сих пор. Ксения Бутина, Виктор Черкашин. Новости по будням.